Продолжение следует... Или группы папок, как правильно работать с костьми. Но, в общем, походу сейчас вы увидите. Итак, вчера завершилась голосовалка. Выбрали фаны. Собственно, 15 лайков. Забирайте векторные фаны, выполненные в иллюстраторе. Не забываем забирать себе на стенку горячие клавиши. И как раз о горячих клавишах сегодня пойдет речь. Вот, собственно, этот урок. В начале урока мы видим, что человек сначала... Хочу сразу отдать должное, что персонажи рисуются классно. Мне очень нравится дизайн. Но мы здесь... Извините, перевесил вебку отсюда сюда. И теперь иногда по привычке поворачиваю голову. Но мы здесь не о красоте персонажа разговорить пришли. А давайте рассмотрим работу этого человека в программе Animo Studio Pro. По поводу того, что здесь есть работа и создание анимации в такой программе, как Sony Vegas, ну, я говорить не буду, потому что... Но я могу сказать сразу, потому что я общался с этим человеком, ему будет интересно посмотреть, я могу сказать сразу же, какое есть небольшое... И даже в Sony Vegas сразу есть небольшая ошибка. Вот по центру буквы F есть такой кружочек. Если мы его передвинем на середину объекта, которого мы хотим ворочать, то мы сможем делать все эти действия, которые нам необходимы для поворотов, разворотов, перемещения данного изображения по рабочей области в Vegas, то мы упростим себе задачу, и мы не будем устраивать танцы с куда подвинуть, как подвинуть. Например, и давайте его сразу же уменьшим, поставим в уголок, чтобы никто не уволок. И сейчас, когда мы начнем вращать изображение, мы видим, что оно вращается относительно центра вот этих манипуляций, которые мы проводим. А нам надо, чтобы он вращался относительно центра головы, то есть носа. И вот мы вот этот кружочек переносим, и теперь смотрим, тело вращается как надо. Это избавит нас от танцев с бубном по поводу того, что центр здесь, мы должны повернуть, потом чуть подвинуть. Я сталкивался с этим, пока сам не стал делать вот так. Что ж, дальше у нас после Суни-Вегаса идет работа в Аниме Студио Про. Первое, что я могу заметить, это то, что человек загружает каждое изображение по отдельности и загружает через добавление нового слоя. Но мы все прекрасно знаем, что в Аниме Студио Про можно добавить все банально выбрав условно через клавишу. Например, выбираем изображение первое, которое мы хотим добавить. И последнее, нажимаем клавишу Shift и перетягиваем на Аниме Студио Про. И вот все изображения у нас загрузились. Дальше мы посмотрим, как человек группирует это все и производит работу. Вот, дальше идет момент с тем, что человек загружает по отдельности каждый слой в папку. Чтобы не тратить столько времени, особенно когда у вас достаточно большое количество... Давайте отменим все действия. Достаточно большое количество слоев, точно таким же образом мы создали папку. В данном случае костяной слой. Выбираем первый слой, нажимаем клавишу Shift и выбираем самый последний слой. Если не хотите создавать папку, то есть создать групповой слой, потом все перетаскивать, точно так же выбираем через Shift и создать группу из выбранных слоев. Дальше можно перевести этот слой в костяной слой. Это не принципиально. Надо папку удалять. Вот такие маленькие нюансы, они сокращают время работы. То есть вы меньше тратитесь на... Вот, представляете, если бы я сейчас каждый слой переносил бы в костяной слой. Ну, я вчеркнул тут. Так, выбираем через Shift, выбрали и просто перетягиваем в папочку. Все, все слои в папке. Отлично. Так, давайте посмотрим дальше. Переходим к созданию костей, создаем соответствующие слои кости и помещаем свой в один фрагмент. Сразу не понимаю, зачем мы это делаем, потому что... И я, видимо, упустил, но человек сказал, что он помещает все в одну папку для того, чтобы ему было удобнее двигать. Ну, как бы, по-другому ты работать не получится, если у тебя будет общий слой. Я так предполагаю, что человек, скорее всего, не особо знает про привязку костей к определенному слою. Давайте посмотрим, что неправильно. Сразу, почему это неудобно? Скажем так, неправильно, а не неудобно. Делать это можно каким угодно образом, насколько здесь правильно будет сказать вам удобно. Но я очень слабо себе представляю, что будет удобно создавать папку, в которой будет папка, в которой будет костяной слой. И, причем, по несколько. Зачем я помещаю части головы в отдельную папку для удобства? Если производить действие над одной папкой, то это будет происходить со всеми слоями. Вот, опять же, видимо, человек просто не в курсе по поводу привязки костей к папкам. Согласитесь, это не очень удобно, когда у тебя вот такой персонаж, где ты открываешь папку, потом ты открываешь... И, опять же, это проблема, что центр слоя или папки находится не там, где нужно. Я думаю, этот урок будет очень полезен этому человеку. Я надеюсь, ты не обидишься из-за того, что я разбираю твой ролик. Надеюсь, тебе это поможет. Собственно, опять же, проблема в том, что он сейчас будет поворачиваться слой. И, видите, происходят вот те ненужные действия с поворотом головы. Но, вообще, в принципе, от всех вот этих действий я банально покажу, как избавиться. Вот у нас есть персонаж. Вот. Давайте создадим прямо сейчас. Удалим костяной слой. Создадим... Нет. Да, ладно. Давайте как раз объясню. Костяной слой. Переносим всё. И теперь пойдёт, так скажем, моё любимое. Горячие клавиши. Горячие клавиши просто необходимы для работы человеку, который пытается работать в программе как минимум неплохо. Итак, обязательно, очень рекомендую, учите горячие клавиши. Горячие клавиши очень сильно ускоряют процесс. Нажимаем клавишу B. Тыкаем в любом месте. Нажимаем клавишу A. И у нас появляется крестик. Делаем большую кость. Это будет основная кость нашего персонажа. Нажимаем клавишу S. И убираем область зависимости. Согласитесь, это намного быстрее, нежели бы я выбрать кость, добавить кость, область воздействия. Собственно, намного короче. Не надо водить мышкой туда-обратно. Банально. Кому-то лень водить мышку туда-обратно. И это просто ускорит процесс. Хорошо. Нажимаем клавишу B. Выбираем кость. Тянем через все туловище. Через шею. Через голову. Нажимаем клавишу B. Я это делаю для того, чтобы следующая кость, которую я нарисую, привязалась к кости родительской. Из-за того, что у нас у персонажа здесь есть полукруглые объекты, мы кость будем чуть-чуть подальше рисовать. И заканчивать перед тем, как начинается следующий слой, который мы не хотим трогать. Итак, подвинем чуть-чуть. Нажимаем клавишу B. А. Рисуем. И рисуем еще одну косточку. Делаем то же самое с этой рукой. Итак, давайте мы отключим ему ноги, потому что тот персонаж, который был на презентации, у него не было ног. И нам это тоже не нужно. Есть. Там был нюанс по поводу того, чтобы двигать целую папку. Нам это не нужно. Сразу объясню. Создаем групповой слой, для того, чтобы показать на примере. Берем, где у нас, так, нос, глаза, рот, голова. Помещаем их в папку. И мы сразу можем привязать папку. Становимся на слой, выбираем кость. Выбираем папку. И выбираем инструмент Bind Layer. То есть забиндить, привязать слой. Теперь у нас вся папка находится в зависимости одной кости. И когда мы будем двигать... Ну, это еще потому что не привязалось. Когда мы будем двигать... Так, секундочку. Я, видимо, и... Нет, все правильно. Это просто... Это просто воздействие кости на остальные слои. Что ж. Мы поместили папку. Все. Теперь папка у нас двигается так, как нам надо. Не нужно папку двигать по отдельности. Но также мы можем двигать ее по отдельности. И вот появилась проблема та, о которой я говорил. Я хочу повернуть, но у меня голова съезжает. Чтобы не танцевать с бубнами конкретно вот с этим, мы выбираем инструмент в слоях. Крестик. Set Origin. Мой English The Best. И ставим в том месте, где папка, где объект, который мы хотим вращать, должен ворочаться. Переходим в первый кадр. Нажимаем клавишу M. И вот мы уже ворочаем как надо. То есть у нас не где-то здесь находится... Ну, то есть в каком-то другом месте центра нам нужно ворочать, потом двигать. Все банальное просто. Или все гениальное просто. Наверное, все-таки все гениальное просто. Теперь, чтобы не плодить... Я так понимаю, папки плодились для того, чтобы область воздействия одних костей не мешала работе других слоев. Поэтому и создавались отдельные папки, чтобы слои друг с другом на костяном уровне не перекликались. И кости не двигали друг за другом с собой другие объекты. Итак, выбираем, например, правое предплечье. Выбираем правый бицепс. Нажимаем клавишу B. И выбираем... Вот, кстати, опять же, ускорение работы. Не нужно перетыкиваться. Не нужно выбирать правый бицепс. Потом лезть куда-то. Нажали клавишу B. Выбрали кость. Быстро, удобно, практично. Хорошо. Теперь, чтобы привязать этот слой к этой кости, это, в принципе, это базовые уроки. То есть, нажимаем Ctrl, Shift, F. Мы видим, как изменился цвет, точнее, так скажем, обводка костей. И теперь это говорит о том, что к этой кости у нас привязался слой. И эта кость не будет воздействовать на другие слои. В данном случае, прямо сейчас, она воздействует только потому, что другие слои не привязаны точно так же. Сейчас я быстренько привяжу, и вы все увидите. Итак, мы привязали все. И теперь мы видим, что мы двигаем костьми, и у нас ничего никуда... Ага, это не подцепился один. Но, ничего страшного. Теперь мы видим, что у нас ничего никуда не едет. Ну, кроме вот этого момента. В таких моментах лучше писать пассивные или активные экшены. Вот, собственно, и все. И незачем городить такую структуру. Она, в принципе, неудобна тем, что нужно зайти в папку, потом еще в папку, потом в костяной слой и двигать. И синхронизировать движение при этом становится не очень удобно, потому что нужно проверять, А в каждой ли ты папке, на каждом костяном слой ты поставил ключевые кадры. Неудобно. К тому же, можно даже не двигать особо через манипуляцию. В принципе, можно обойтись только одним... Одними... То есть, двигать исключительно костьми. То есть, мы выбрали одну кость и двигаем ей. Конечно, манипуляция с размером будет происходить только через... Не, конечно, можно заморочиться делать вот так, но это уж большой перебор. В общем, в принципе, вот и все. Не забываем вступать в группу, делать лайки, делать репостики. Чем больше лайков, тем больше репостиков, тем больше будет раздач. И, кстати, теперь, как только наберется 250 человек... В группе... Вы, кстати, быстро набежали. 150 человек, достаточно быстро набежало. Как только наберется 250 человек, поднимется до 20 лайков и 2 репостов. А раздача персонажа до 20 лайков и 7 репостов. Надеюсь, это справедливо. Вас стало много, надо и ценник поднимать. В общем, спасибо. Пока. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Продолжение следует...